Здравствуйте! Итоги четверга подводит информационный канал Город в студии Юлия Белова и сегодня в нашем выпуске. Все еще без иммунитета? Тогда он придет к вам. Бывший президент России Дмитрий Медведев не исключил, что вакцинация станет обязательной. Трагедия невнимательности. После падения из окна полуторагодовалый мальчик оказался в реанимации. Жара взяла паузу. Аномальное тепло сменит грозы и ветра. Сезон клещей в разгаре. Кровососы покусали кировчан в два раза больше, чем в прошлом году. Орудуют вандалы. На набережной Грина группа неизвестных выломала забор. Уколы по принуждению. Дмитрий Медведев не исключил, что россиян будут вакцинировать независимо от их желания. Слова бывшего президента передают многие федеральные СМИ. Медведев аргументировал это тем, что в плане вопроса безопасности всего населения страны вакцинация может носить общеобязательный характер. Кировчане возмутились словами бывшего президента. Мы провели опрос в группе ВКонтакте Первого городского. Большинство пользователей считают, что принудительная вакцинация – это нарушение прав человека. Никто не может без добровольного согласия быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Отметим, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщал, что планируется привить 60% взрослого населения страны к осени текущего года. Тогда эпидемию коронавируса можно будет назвать управляемой. Судя по всему, прогнозы были слишком оптимистичными. Даже на примере Кировской области ее, между прочим, считают одной из лидеров по вакцинации. На 20 мая вакцину от коронавируса получили 150 тысяч жителей региона. Это примерно 12% от всего населения области. Чтобы справиться с планом, то за три месяца нужно привить 600 тысяч человек. То есть по 8 тысяч человек каждый день. Подобная ситуация и в других регионах. Вряд ли власти России и Кировской области смогут добиться желаемого числа привитых людей без введения массовой вакцинации. Последствия невнимательности. В пригороде Кирова из окна частного дома выпал полуторагодовалый мальчик. Родители за ним не уследили. Малыш вылез на подоконник к открытому окну, надавил на противомоскитную сетку и упал с высоты первого этажа. С переломами ребенка доставили в реанимацию травм больницы. Произошло это 18 мая в Слободе Талица. Сейчас мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. Как стало известно, следователи начали проверку по факту падения. В органах опеки на учете семья не стоит и характеризуется положительно. Обрати внимание зрителей, что сетки на окнах это не гарантия безопасности. На окна рекомендуется ставить специальные ограничители. Они не позволяют ему открыться полностью. Жара берет паузу. Аномальное тепло покинет Киров. Но лето уже не остановить. Знойная погода сменится небольшим похолоданием. Вместе с ним придут дожди и грозы. Синоптики прогнозируют наступление холодного фронта в пятницу 21 мая. Однако уже через неделю жара опять может вернуться в Киров. Грозы, сменившие летнее тепло, кстати, могут привести к опасным явлениям. Это град, сильный ветер и даже смерчи. В целом предстоящую неделю обещают теплый. Температура продержится в районе 20 градусов. Любители погорячее смогут насладиться летней жарой в следующие выходные. По предварительным прогнозам, температура вновь поднимется выше 25 градусов. Кусают даже в городе. От клещей пострадали уже более 5000 жителей Кировской области. Это почти в два раза больше, чем год назад. В Роспотребнадзоре напомнили, что сезон активности продлится как минимум до конца мая. Пострадали от укусов клещей жители всех районов, в том числе и в самом Кирове. В целом число обратившихся в больницу ниже среднего. Хоть и значительно больше показателя прошлого года. Больше половины из исследованных клещей являются переносчиками заболеваний. 2% – носители клещевого энцефалита. В Роспотребнадзоре кировчанам рекомендуют соблюдать все правила безопасности, брызгать верхнюю одежду репеллентами и регулярно осматривать себя на наличие клещей. Первые доходы. Подростки смогут устроиться на работу этим летом. Чем заняться юным кировчанам, сколько они смогут заработать и другие новости города. Расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». Подростки от 14 лет смогут заработать во время летних каникул. Желающим предстоит убирать парки, скверы и социально значимые объекты. Всего места предусмотрены для 1200 человек. В первую очередь трудоустроиться смогут те, кто находится в социально опасном положении. В среднем школьники смогут в месяц заработать около 5000 рублей. Прокуратура обязала администрацию города убрать несанкционированную свалку на берегу реки Сандаловка, деревни Богородской. Рядом с водой накопились горы строительного мусора и других твердых коммунальных отходов. Они могут заразить почву и воду в реке, однако местные власти не реагировали. Прокуратура обязала территориальное управление Первомайского района убрать свалку. Суд поддержал требования. Кировские католики планируют вернуть Александровский костел верующим с помощью Верховного суда. Обратиться туда они планируют в течение месяца. До этого в возвращении костела уже отказывали сначала Кировский арбитражный суд. А 16 мая жалобу на это решение не удовлетворили в Волговятском арбитражном суде. Впереди еще много интересного. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Орудуют вандалы. На набережной Грина группа неизвестных выломала забор. Свалка без границ. Кировчане больше 10 лет борются со стихийной свалкой. Гости из Вятских лесов. Трое медвежат из Кировской области переехали в заповедник в Твери. Эти и другие новости буквально через пару минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Вандализм на глазах Александра Грина. В ночь на 20 мая группа неизвестных людей сломала забор на верхней набережной. Напротив бюста писателю-земляку. Несколько вандалов снесли два пролета ограждения и сбросили вниз. Сейчас место огорожено сигнальной лентой. Кировчане недоумевают, кто, зачем и главное, как смог сломать тяжелый забор в одном из самых красивых мест города. Потому что, ну зачем портить, это же делается для людей. Следовательно, гулять, красиво наслаждаться природой. Правительство, да, наша администрация старалась это делала. Люди красили не так давно, я так понимаю, да, краска здесь свежая. Нынешняя молодежь, я думаю, я не знаю, алкоголики или еще что-то. Скоро-завтра выпускной, кстати. Вот придут выпускники, как вот они пойдут? Ну, пойдут там. Один запнулся, другой толкнул, упал, покатился. Городские чиновники обратились в полицию с заявлением об акте вандализма. Силовики уже начали искать подозреваемых. Забор должны восстановить в течение месяца. Подрядчики приступят к ремонту, когда будет подсчитана стоимость работ. Возвращение к чистоте, но не к порядку. Справедливости для жильцов дома номер 99 на улице Воровского удалось добиться. Благодаря помощи журналистов канала и активистов Народного фронта. В подвале, что три месяца был затоплен канализационными стоками, приступили к уборке. Возвращать чистоту взялась другая организация, а не управляющая ленинская компания. Последняя так и не решилась пачкать руки, хотя репутацию свою давно подпортила. Однако жильцы полагают, что из-за бездействия будут новые проблемы. Вот такие грибы у нас здесь сейчас растут. Можно идти за лукошком и их собирать. Вот их тут целая семья. Вот они подживают очень хорошо. Появляются новые, молодняк, старые отмирают. Из-за того, что лужи нечистот простояли несколько месяцев, в подвале появился грибок. Прежде чем приступить к опремонту, пропитавшийся грунт канализационными стоками необходимо проверить на грибок и плесень. Подрядчики этого делать, разумеется, не станут. В их регламент входит лишь побелка стен, плит и стяжка пола. Впитавшиеся нечистоты могут стать причиной последующих проблем. Здесь нужно грунт выносить, потому что он пропитан. Его нужно выносить и засыпать сюда песок. Потому что если эту заразу залить стяжкой, то она выйдет. То есть если здесь есть грибок, плесень, то это выйдет через стяжку на стены, на стяжку. Дом подошел к очереди капитального ремонта. Из-за затопленного подвала подрядчики долго не могли приступить к ремонту. И чтобы не получить штраф, приступили к работе. Для того, чтобы подобная история равнодушия не повторилась, жильцам дома необходимо всем вместе собраться и сменить обслуживающую компанию. Жилищная инспекция все эти месяцы знала о дурно пахнущей проблеме и, видимо, воротила от нее нос. Мы считаем, что из-за бездействия чиновников несколько месяцев люди жили в страданиях и просим прокуратуру разобраться. Журналисты канала направят обращение прокурору для оценки действий жилищной инспекции. Свалка среди домов. Кировчане обратились в редакцию первого городского за помощью. Рядом с их домами на втором газетном переулке существует стихийная свалка. Ей уже несколько лет. Жильцы ближайших домов и неравнодушные люди уже много раз обращались за помощью в прокуратуру и территориальное управление. Но мусорные горы только растут. Найти конкретное место свалки на втором газетном переулке у нас не вышло. Не потому, что мусора здесь нет, а потому, что он везде. Некоторые люди даже не утруждаются закинуть его в деревья, а оставляют прямо на дороге. По словам местных жителей, мусор копится здесь с 2013 года. Любителям выпить нравится укромное место за деревьями, а вот убирать за собой бутылки желания у них не возникает. Владельцы собак считают тихую улочку идеальным местом для прогулок. Правда, убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев тоже никто не торопится. Другие, похоже, считают, что это настоящая свалка и оставляют здесь свой мусор. Хотя до контейнера идти совсем недалеко. Так мой мусор, вот видите, вот опять кинули это вчера, этого уже не было. А это бросили, вот в этом там у нас, кто отмечал, сюда все кидают. Хотя мусорка вот там. На улице постоянно появляются неприятные запахи. Кроме того, местным жителям страшно, что однажды горы сухих веток и мусора могут загореться, а огонь перекинется на жилые дома. Поэтому они сами убирают часть мусора. Вот это я вообще не смогу, вот знаете, тут просто убирать не буду. Все это может загореться. Жить буквально на свалке жильцам давно уже надоело. Они обращались в прокуратуру и территориальное управление. Но пока ситуация не изменилась. Мы в свою очередь тоже попытаемся обратить внимание властей на проблему и отправим официальный запрос в территориальное управление Ленинского района. Юлия Ситникова, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Сообщить о проблемах в городе вы можете журналистам Первого городского канала в рубрику «Наболело». Звоните нам по номеру телефона с 9 утра до 7 вечера. Или пишите в группу ВКонтакте «Новости Кирова» Первый городской. Ссылка также на экране. Наши журналисты помогут разобраться и навести порядок. Косолапые мигранты. Кировские медвежата-сироты переехали в берлогу на территории лесного вольера. Он находится в Твери. Сейчас медвежата привыкают к самостоятельной жизни. Пока они пугаются каждого шороха и прячутся в своем домике. С каждым днем медвежата все больше привыкают к новой обстановке. Они отходят все дальше от своей берлоги. Играют друг с другом и бегают по лесу. Вместе с ними живут медвежата, спасенные в других регионах. Кировских косолапых нашли этой весной в Апаринском лесничестве. Маму спугнули рабочие и малыши остались одни. Им дали клички Бантик, Тиша и Остап. Малышей передали в Тверской центр спасения. Там о них позаботятся биологи. Когда медвежата подрастут и окрепнут, их отпустят на волю. Денежное обновление. Центробанк сообщил, что в скором времени россияне смогут увидеть и расплатиться новой 100-рублевой купюрой. Что будет на ней изображено пока тайно. Наш корреспондент Екатерина Новоселова вместе с кировчанами пофантазировала. Что же может быть изображено? Может быть Киров? Цветы. Почему? Не знаю, хочется, чтобы деньги стали более веселые. В Кирове, наверное, Киров изобразила. Наверное, драмтеатр. Или фонтан. Ну, а лучше то и другое. Наверное, город Сочи. Он сейчас в топе у нас в стране. Крестьянина. А почему? Они основы государства. Чайковского. Почему? Не знаю, хотя бы будет что-то приятное, какое-то культурное воспоминание. Ну, я бы изобразила Есенина. Потому что я люблю Есенина, я люблю его стихи, и это такое прям русское, вот оно вот, березы, там все, и сразу какие-то воспоминания. Ну, я бы котика изобразила. Маэстро Панасенкова. Александра Невского. Это был бы Кировский государственный медицинский университет, потому что я в нем обучаюсь. А может быть еще что-нибудь, какой-то знаменитый человек? Конечно, Владимир Владимирович Путин, наш президент. Мост в Новосибирске красивый или природа какая-нибудь там, культурное наследие нашего региона, например, кстати, тоже можно было бы. Звезда. Какая и почему? Приконечная, советская. Ну, не знаю, мне кажется, достопримечательность какая-то, это самое оптимальное, потому что это показывает, что в нашей России есть хорошего. А какой бы город вы изобразили? Ну, честно, не знаю тоже. Может, Киров? Может быть, а тут что-то есть? Я не знаю, можно изображение этого парка. Таким был этот выпуск четверга. Если у вас есть новости, звоните в нашу редакцию по телефону 912-827-3302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте «Новости Кирова». В студии была Юлия Белова «Весеннего настроения» и увидимся в городе.